Здравствуйте, друзья! Мы сейчас находимся у центрального храма станицы Ленинградской, Уманское историческое название, Ескать-Машейской епархии. Сейчас будет стартовать велопробег, крестный ход по храмам и мемориальным местам Великой Отечественной войны, где будут возлагаться цветы. В храмах будет проводиться экскурсия, интересные факты о храмах и их святынях. Это духовно-патриотический велопробег, очень необходим для молодежи, потому что на духовности, на патриотизме сегодня можно только воспитать нашу молодежь. Поехали! Музыка Не нарушаем, смотрим красный цвет. А вот она, наша элита молодежная. Музыка вот мы приехали следующий третьему храму целителя пантелеймона некоторые доезжают сейчас мы зайдем в храм и немножко расскажу о нашей экскурсии немножко запыханые но зато все спортсмены не а а а и 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 Этих святых это царственные мученики, царская императорская семья Николай Сурова, как вы знаете, недавно такой лживый фильм выпустили в Матильда, в котором, конечно, 70% сплошной ложи, ну, наверное, это и Рашко где-то его и продюсеры, кто их снимал, чтобы привлечь внимание, как его голос брать. Ну, конечно, очень пазднует, что 100-летняя история, вроки, столетий, ничего не научились. В свое время уничтожили царскую семью, в этом году, скажем так, кинематографический запись, ну, бог им судья. Значит, научки исповедника российских. В этом траве есть несколько таких интересных святых, которые, может быть, даже мы никогда не сталкивались. Вот, обратите внимание, к примеру, на вот это. Сюда. Сюда, видите, да, больший человек, который одевали на ножки Александра Семисковой, видите, видите, это ему явилось Троица. Это второй человек, кому явилось Троица. Первый, вы помните, Абрам, икона Рублева, может быть, помните, да? И вот еще один человек, это нас относительно современник, в 18 веке он почил. Но в чем же вот чудо? Ну, почил и почил, да? Разница обычного человека, он умирает, разлагается и кости остается. Светой человек, он медицинским языком говорит, ему манифицируется. Духовным словом, это называется, не клемм, вообще. Но одно дело манифицируется, а другое дело, мощь Александра Семискова, для всего научного и медицинского мира, это загадка. В чем загадка? Как я сказал, что в 18 веке он почил, но мощь его не клемм для двоих дня, и вот тут интересный факт. Его температура спела 36,6. То есть как он живого человека, который почил в 18 веке. И никто из научных людей не может объяснить, как это может вообще быть так, чтобы уступала в его температуру живого человека. Это вот один святой. Второй святой, а это спиридон Трифутский, который почил в 4 веке, Тоже в него... ...промиссия императора 36,6. Это вот второй человек, который у нас такое чудо. Но еще одно такое чудо, его праха, то есть гробница. Верхушка гробницы застеклена и закрывается постоянно на ключи. Все это дело находится под видео-каверами, чтобы никто не сказал, что это вы сами поделали, что это не на самом деле, это вы как-то пытаетесь людей обмануть. Поэтому есть наблюдатели. И два раза в году открывается его гробница и снимается сапожки. На его ноги расщаются сапожки. И снимаются эти сапожки, они с тесы, как человек ходил. И это постоянно под видео-каверами. То есть поменяйте сапожки, какие-то сапоги, вот эти вот, а подложить в дальние реальности, потому что есть определенный степень. Вот это святой, который чудо. Ну, есть такие у нас святынки, допустим, в Господь, я могу сказать, в подобие в Иерусалиме побывать в разных местах. Вот тут каждого места какая-то там камушка, мамримского дуба, желудок. Вот интересно, если вы потом подойдете, вы увидите там водичка, это река Реогнарска. Никогда не посмотрите, она чистенькая, как огустная вода. Но она, по большому счету, как наша святая речка, состыка. Вот такая же подскрытка, по суставу. Но когда ее набирается, эта водичка, и Адама, она через минут пять становится вот такая кристально чистая, даже пить вон. Но всякое место Господь отмечает своим чудом. Глоб Господний, где Господь воскрес, ултая, вы знаете, благодатная Глоб Господь. Вот и Адам, в знак крещения, по выявлению, что называется, раз в году, в двухсторонной этой реки сходятся пищеннослужители, верующие, начинают молиться, и в реках, которые всегда текло возможности, начинают бурлить, и меняют направление, и начинают идти в другую сторону. То есть, по сути, природа. Меняется, и начинается, есть и другое направление. Вы знаете праздник преображения Господи, когда еще называется спад, освещает пьянов, и мертв. И вот Господь преобразился на горе Павловской. И Господь это место отмечает. То есть, везде, где Он какое-то такое чудо сотворяет, Он и до сегодняшнего дня отмечает это сугубым таким явлением. И вот во время литургии, это божественное сократное действие, на эту гору, вот как мы сейчас говорим, чистая, грубая конечность. Водок эта гора образует до облака и опускается на эту гору. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы с вами приехали на отдел по молодежи политики, центр социального досуга молодежи. Мы припарковали, сейчас у нас две точки, будет, там вы видите камень, мы возложим цветочек и пойдем к месту памяти разрушенного храма. И потом последняя у нас будет точка, тоже великотест войны, памятник. Вы будете рушить, зачем вам, что это вам даст вообще. И один из этих чекистов, кто такие чекисты, это такие вот, ну и подрывники, да, это такие как спецслужбы того времени, можно сказать. Вот. Начал он стрелять в иконы и говорит, ну что, где ваш бог? Последняя остановка. Мы приехали к кинотеатру Горн. Это первая школа, музыкальная школа. Мы у такого комплекса, подойду ближе, что вам не отсвечивало. Это памятник труженикам тыла посвящается тоже. Вот мы и вернулись к храму. Проехали мы в общей сложности 13 километров. Шесть мест, шесть точек, шесть остановок. Очень так всем понравилось, потрудились. За все слава богу. С вами иосвященник Константин Емальцев.